Привет, дорогие друзья! Мы встретились с вами, чтобы опять обсуждать ритуалы, колдовство. Тема у нас будет колдовская. Когда же, друзья, нужно колдовать? В какое время? И когда происходят самые лучшие ритуалы? Ментальные или ещё какие-либо? И, допустим, если вы работаете с атрибутикой, это время тоже какое-то бывает определённое. А мы будем обсуждать, когда ментальные какие-то ритуалы будут происходить. Когда вы заказываете, посылаете эгрегорам, своим высоким или низким покровителям какую-то просьбу, пожелание. Или даже, если вы работаете с призраками, ведь кто как. Итак, происходит это лучше всего не то, что во сне, а в серединном состоянии между сном и явью. Когда вы засыпаете и начинаете говорить какую-то просьбу. Это даже не просьба, а, скажем, посыл. Просьба-посыл. Просьба-посыл времени на замедление, на моложение. Просьба-посыл ещё, кому вы хотите попросить. Это я время сказала для примера. Так как это также полуматериальные сущности, непростая, его можно просить замедлиться или ускориться. Но сегодня мы будем говорить не о времени, ещё какая есть часть ритуала, просьба, ритуала, заказа. Нужно попасть в такую временную пространственную щель. Это бывает, допустим, после медитации, а также в какой-то определённый момент вы чувствуете, что что-то изменилось в пространстве. Оно, пространство стало из реального как будто нереальное. Люди силы меня поймут, или кто начинает практиковать, встаёт на путь силы, это всё им будет понятно, что я говорю. То есть, если вы отправили какую-то просьбу, заказали, провели ритуал, ничего не получится, если нет временной пространственной щели, куда может уйти ваша просьба-заказ. Это чувствуется на интуитивном уровне, что вот люди силы, они видят и чувствуют. Это пространственную щель, пространственное такое расстояние. Оно совсем-совсем небольшое, но в это время, пока оно открыто, нужно делать заказ и просьбу. Просьба-заказ, потому что заказ это немножечко нагло звучит, да всё-таки это должна быть просьба. Особенно не надо шутить со временем, да вообще ни с кем не надо шутить. Никто не любит шуток, на самом деле. В моём понимании, такие небольшое отступление будут программы, как Comedy Club, не очень такие позитивные. И на пространственную щель влияют плохо. И сущности бы не оценили такой юмор, это точно. Друзья, надеюсь, моё видео было полезным, хотя, может, не всем понятным. Но если вы начнёте практиковать, вы будете впадать в такое состояние, когда двери в потусторонний мир открываются. Так же, как в Хэллоуин, в который я родилась, двери в потусторонний мир открываются. Но они не только в Хэллоуин открываются, и в другое время. И вот в это время и вы должны попасть со своей просьбой. А так же, перед сном. Но не всегда перед сном. Перед сном так же вы, допустим, вы засыпаете, заказали что-то перед сном. Нет, это тоже особое состояние должно быть. Так же приоткрытые двери. И тогда ваш заказ, я не скажу, что исполнится, но он будет на рассмотрении. Всем спасибо. До новых встреч. До новых встреч.